Но Чукотки планируют создать парк «Земля Кулика-Лопатня». Проект уникальный и может претендовать на звание природного наследия. В Анадырском районе завершает работу орнитологической экспедиции по сохранению и изучению Кулика-Лопатня. В этом году в тундре возле Мэйн-Быльгина работало 30 ученых из разных стран. Полевой сезон оказался вполне успешным. В природу выпущено 23 птицы. Скоро они отправятся на зимовку в Юго-Восточную Азию, а через год или два вернутся на Чукотку для выведения потомства. В этом году у ученых окончательно оформился проект по созданию в округе нового природного парка «Земля Кулика-Лопатня». Процесс был начат три года назад, когда в ходе обсуждения с правительством Чукотского автономного округа была высказана идея о том, что территория настолько уникальна, настолько в плане биоразнообразия замечательна, что она, безусловно, заслуживает статус охранения территории. С работой ученых-орнитологов познакомился губернатор округа Роман Копин. Он посетил полевой лагерь экспедиции. Ученые показали ему инкубатор, где вылупляются птенцы, и аэрарий, в котором они растут первые недели. Глава региона в целом поддержал исследователей, отметив уникальность проекта. Сейчас уже подготовлено эколого-экономическое обоснование создания парка «Земля Кулика-Лопатня». У него большие перспективы стать одним из объектов природного наследия человечества. В этом году на ежегодной сессии комитета наследия ЮНЕСКО в список был включен китайский объект, который охраняет ключевые места на пролете восточно-азиатском пролетном пути. Китайская территория была включена с рекомендацией до 2023 года обозначить все ключевые места на этом пролетном пути, с тем, чтобы потом сделать широкую трансграничную международную номинацию. Это, может быть, первый опыт в рамках этой конвенции. В Мэйн-Ипыльгина губернатор принял участие в сходе местных жителей. Там прошло открытое обсуждение перспективы создания парка. Обсуждались плюсы и минусы для коренного населения. Они касались ограничений хозяйственной деятельности, возможности сельчанам ходить в тундру за дикоросами, взаимодействия с будущей администрацией парка. На этих обсуждениях наши специалисты представили информацию о том, как будет выглядеть парк, что в нем будет происходить, какие особо ценные объекты будут для охраны туда включены. Ну и, конечно, объяснило местным жителям о том, что их традиционные виды природопользования не должны пострадать. Они будут включены в состав того, что парк будет, собственно говоря, охранять и поддерживать. Земля Кулика-Лопатня раскинется на юге Чукотки. Именно там находятся места гнездования этой редкой птицы. В России всего 13 территорий, включенных в список природного наследия ЮНЕСКО. Это озеро Байкал, Золотые горы Алтая, Ленские столбы и ряд других. Среди них есть и остров Врангеля. Земля Кулика-Лопатня может стать вторым памятником природного наследия в нашем регионе. Это повысит престиж Чукотки и привлечет сюда новых туристов, которые захотят лично увидеть уникальные заповедные территории, входящие в число объектов ЮНЕСКО. Владимир Сироткин, Арсений Гусев, Служба информации.